День, добрый день, здравствуйте. Включился микрофон наконец-то, точно и кировская, но не слишком может быть точная. 13 часов 6 минут у меня перед глазами. У микрофона Владимир Сметанин, приветствую вас. Хочу похвастаться, сейчас я устроил такой забег от перекрестка улиц Горьского и Воровского и прям за целых 15 минут до сюда добежал. Хочу сказать, что ужас, конечно, творится на улицах нашего города. Я еще по дворам прошелся, чтобы срезать путь, чтобы поскорее сюда дойти. Столько снега, столько снега. Я понимаю прекрасно, что это сейчас одна из основных тем, основных тем последних дней. Очень меня сегодня удивило и одновременно разозлило и посмешило новость о том, что наши чиновники дали отмашку, чтобы шли специалисты терроуправления и по дворам, по дорогам, по тротуарам, чтобы с линейками прям замеряли высоту сугробов, высоту колеи. А что замерять-то ее? Все прям прекрасно видим, что там же надо скорее работать, это все очищать. Что замерять-то в самом деле? Все прекрасно понимают, что надо просто-напросто работать. Разозлил меня тот факт, что некоторые коммунальщики, некоторые управляющие компании при виде этих самых ревизоров начинают активно работать. Ну, у нас ведь, как зачастую бывает, на показ, да? Если нет, если нет никого, если над душой никто не стоит, значит, надо поработать. Ни сколько на благо людей, сколько на благо тех же проверяющих, чтобы показать им, что они исполняют свои обязанности и не очень-то хотят получать штраф. Хотя штрафы за это говорят очень большие. По одному факту, если высота колеи там превышает 5 сантиметров, надо платить до 300 тысяч рублей. Давид Владимирович Маматов, я тут сейчас разглагольствую по теме состояния нашего города после обильных снегопадов, потому что я сейчас пробежался очень быстро, очень быстро. Ой, ужас какой! Может, это все вятским квасом, не знаю, полить, чтобы это все... Сверху. Сверху, да? Да, сверху. Чтобы это все растаяло. Заказать, да. Чтобы это все дело растаяло. Чтобы небесный интернационал там распорядился, да? Да. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич», еще раз приветствую. Да, приветствую всех. Да, слушай, зацени фишку, вот перед тем, как мы перейдем к нашим основным темам, к плану нашей беседы. Меня просто очень удивило. Есть в моей семье такая традиция. Я ежедневно, точнее, ежевечерне читаю детям книжки. Вот знаешь, иногда себя тешу мыслью, что не все еще потеряно в плане, да, подрастающего поколения. Книжки мы покупаем, библиотеки берем. И вот читаю я очередную книжку, и там такой эпизод. Девочку, бабушка ее, отправляет с бидоном, знак восклицания, за квасом. И тут мой старший сын Андрей меня спрашивает, папа, стоп, это что, раньше когда-то квас в бидонах носили, надо было идти за ним. Я говорю, да, сынок, вот раньше бочки ставили на улице, и целая очередь, кто с банками, кто с бидонами, выстраивалось за этим всем. Это же было такое социальное представление, да, можно было и побеседовать. То есть ты имеешь в виду, можно ли возродить эту тему вообще? Ну, вот, да, да, хотел бы спросить. Ну, не знаю, не могу тебе сказать сходу, потому что... Есть ведь какая-то душа в этом, да, согласись? Знаешь, душа у нас обнаруживается в огромном количестве всяких вещей, но бочки на улице, вопрос интересный. Во-первых, это, мы упремся еще раз, ты подсказываешь автоматически тему, на которую я, собственно, сегодня хотел акцентировать внимание. Да, но подожди, надо все-таки заметить, киоски, стилизованные под бочки у Вятского кваса есть. Есть. Они есть. Они есть. В частности, напротив ЦУМа я вижу. Их очень мало, это первое. Второе, размещение нестанциональных торговых объектов, это тема, к которой мы доберемся сегодня, я надеюсь, после рекламы сразу. Потому что чрезвычайно волнующая вещь. Но, Володь, вот из прошлого что-то надо оставлять, что-то забывать, в моем понимании. Ну, какую-то связь проводить, да, времен, брать все хорошее, отметать весь мусор, все не нужно. Ну, примерно, хотя бы в этом ракурсе, да. Но с бидоном за квасом, дело в том, что требования к санитарным нормам, на самом деле, и в пиво варенье, и в кваса варенье, вот те нормы, которые были при Советском Союзе, они нарушались поголовно, во-первых. Во-вторых, люди периодически обнаруживали, что напитки, которые разливаются на советских заводах, они как-то не очень хороши, да. Просто сейчас все патологические, я бы сказал, все забыли о качестве продуктов, которые у нас были при Советском Союзе, и у всех наивное представление о том, что докторская колбаса по 2-20, да. А это удивительно, экологически все чистое и прекрасное, то, что было в Советском Союзе. То есть, в пример, да, зачастую ставят продукцию пищепрома советского. Да, и беда в том, что ГОСТы, которые, ну, они существовали в Советском Союзе, но дело в том, что существовало также огромное количество дополнений в ГОСТы. И ГОСТы позволяли выпускать продукты с очень специфичным набором. То есть, заменять мясо в колбасе чем-то, да. Заменять... Ну, той же Сою, по-моему, в то время как-то... Нет. Ну, по крайней мере, не на слуху это было. Зачем? Субпродукты. Субпродукты. Конечно. Причем до 50%, к примеру. То есть, это проходило по тому же самому ГОСТу, который у тебя был. Это была колбаса, выпущенная по ГОСТу. Но, увы... Своего задача страну накормить. Конечно. Объемы, объемы наращивать. Вот ужас. Когда я слышу эти возгласы накормить, вообще... Содрогаешься немножко. Да нет, я не содрогаюсь, просто я чувствую себя сразу на митинге, где рациональное мышление, в принципе, не очень нужно. Так вот, накормить страну, это звучало так, значит. Сначала мы накормим ребят, которые спецраспределения используют, то есть так называемые распределители. Сегодняшнее поколение, особенно в ТикТоке, они совершенно не представляют, что такое распределители вообще, или что такое дефицит, или что такое стоять в очереди. Они не понимают. Что такое достать, урвать, выстоять. Нужный человек. Но это совершенно непонятно. И они не понимают, что при Советском Союзе бывает удивительная дифференциация, очень четкая. То есть, если ты прикреплен к распределителю, если у тебя есть номенклатурные связи, да, ты получаешь ту самую колбасу по ГОСТу, да. Но вот обычный человек, работяга, какой-нибудь скромный служащий, да, он покупал то, что тоже по ГОСТу, но оно примерно в три раза хуже, чем то, что декларировалось. Вот и все. То есть, выпускалось то, что могут выпустить, невзирая на самом деле, ни на какие правила, ни на какие модели. Ну, надо выпустить 100 тысяч вот этого, да. Как оно будет продаваться? Нужно ли, действительно ли, этим людям? Ну, это, увы, экономика, с одной стороны, конечно, она не бывает. Другой, там, капиталистическая, социалистическая. Она просто экономика. Но в условиях вот этого жесткого советского рынка, вот это даже не рынок именно, а распределительная система, понятно, что качество товара, оно печальная история. В общем, заблуждаемся мы зачастую, да, когда думаем о том, что раньше было лучше, качественнее, вкуснее и так далее. Мы заблуждаемся в одном, абсолютно правы в другом. Это вообще свойство нашей памяти и понимания. То есть, ну, иллюзии Советского Союза, я не знаю, сколько они будут еще продолжаться. У нас вчера вышел спор определенный. Я пытался доказать, что на самом деле база, вот основа отношений, отношений к жизни, манер, думания, вот всего этого, она закладывается у ребенка в первые годы жизни, на самом деле. Вот до момента, когда он выдевает словом. Пока еще формируется речь, пока он усваивает отношения между предметами, эмоциями, идеями, внутренними образами, пока у него не сложилась еще личность, все это устанавливается. Но недолго, это несколько лет всего. И вот потом во взрослом, то есть, да, вот сознательно, термин такой, да, сознательное поведение, сознательная жизнь, я бы предпочел говорить о взрослом поведении, взрослом отношении. То есть, вот взрослый человек, это на самом деле результат того, что заложено в нем было лет до пяти максимум. — Хорошо, ну, я доверяю профессиональному психологу. — Нет, ты вот опять увел меня на нас со своих детей. — Да, давай быстренько вот к какой теме. Вернемся ты постоянно при наших встречах, да, ставишь вятич на одну планку с европейскими производителями и объясняешь, почему ты это делаешь. Но вот есть у меня подозрение, что многие слушатели задаются вопросом, а не много ли Маматов вообще на себя берет? Не круто ли он вот так вот задвигает? Раз там Вятич не может добиться той уровня популярности своей продукции, значит, он где-то недорабатывает. Значит, он что-то где-то вот как-то, да, это сугубо его вина, думают эти люди, да? — Логично. — Так надо учиться. — Да, у загнивающего в кавычках Запада, да, перенимать опять-таки все лучше и брать все ненужное. Вот как ты ответишь людям, у которых в голове такие мысли рождаются? — Ну, ты знаешь, во-первых, Маматов не задвигает. Маматов — это еще бледные тени того, что Маматов может задвинуть. — На что он способен. — Да, это первое. То есть я вообще считаю, что пора, как говорится, пиркомно за свадебку и начать говорить о том, что мы из себя на самом деле представляем, и вот это понимание донести до людей. Объясню, почему. То есть у нас вопрос с технологией продукта, с изготовлением продукта, он решен. То есть завод переоборудован, ну, практически, там, думаю, процентов на 98, там остались какие-то доделки, да? Вот, но зарубежное оборудование стоит-стоит. Оно чешское, немецкое, да? Сырье европейское. То есть, ну, я тебе много раз говорю, что дрожжи летят на самолете из института Демидс в Менхене, да? То есть хмель, извини, альпийский, потому что российский у нас не очень хороший. Солод везется из Европы тоже, в очень большом количестве. То есть все автоматизировано, компьютеризировано. Холодильные установки, компрессоры, станции сепарации воздуха, вот это вот все. Это, во-первых, это стоит безумных денег, ну, безумных для одного человека, да? А не для завода, не для предприятия. Во-вторых, это годы работы, годы совершенствия. Наши технологи отучились в Германии. И когда происходила переоснастка, модернизация происходила производства, то приглашались немцы, которые налаживали. Вот сейчас, кстати, в связи с пандемией, забавнейший вопрос, потому что для того, чтобы поработал немецкий компрессор, надо везти ребят из Германии, те, которые его составили, а не наших приглашают. Те, кто обслуживает. Да, мы не можем вытащить деталь на кировском заводике и поставить немецкий компрессор. Не можем, это очень рискованно. То есть мы будем везти все это оттуда. Да, это и деньги, это и зависимость, естественно, ну, как у всей нашей промышленности, зависимость от европейских комплектующих, европейских технологий, по сути, да? Но этот вопрос, на самом деле, по большому счету, закрыт. Вот смотри, мы говорим о том, что у нас производство в соответствии, я вот каждый раз выговариваю это с чудовищным напряжением, потому что я не учил немецкий, Reinhheinz-Gibot. Да? То есть законы... Даже я, человек, учивший немецкий, сейчас... Reinhhein-Gibot. Это закон о чистоте пивоварения 1516 года, который, как федеральный закон, принят в Германии в 1907 году. То есть никуда не делалось постановление. Оно обязует всех немецких пивоваров использовать только четыре ингредиента. То есть солод, хмель, дрожжи, вода. Все. Больше ничего в продукции пивоварения, по мнению немцев, быть не может, не участвует. Мы абсолютно строго, постоянно, несгибаемо, не отклоняясь ни на мгновение, используем именно этот подход. Все. Мало того, что основатель завода немец, но немецкие технологии работают. То есть как земля стоит на трех китах, так пивоварение основывается на четырех. Я говорил, буду говорить и попытаюсь донести это для всех, для всех херовчан донести. То, что в радиусе 500 километров примерно ничего похожего на вятич и на его продукцию вы не найдете точно. Это как бы можно будет подтвердить, это можно будет обосновать. Но суть очень простая. Мы единственные в этом регионе завод, единственное предприятие, которое выпускает по-настоящему качественный, высококачественный массовый продукт. Все. Вот это решено. У нас вот эти четыре ингредиента, да, семь основных правил технологий. Ну, мы их даже в календарь вставили, то есть это и серебряная очистка воды, то есть когда ионы серебра, собственно, чистят, да, то есть обогораживая вкус. Это и мокрое дробление. Тоже интересная вещь, когда у тебя оболочка зерна не отшелушивается, да, как при обычном дроблении, а остается, и тем самым питательные вещества из шелухи, они переходят в сусло, из которого варится. Двойная варка, когда у тебя не нагревается вся масса, а нагревается часть, потом эта часть переливается в большую, доводя ее до нужной температуры, да, и это все циркулирует. Таким образом, ничего не подгорает, и одновременно получается мягкий вкус, который вот лишены варианты, когда ты просто нагреваешь массу, у тебя слишком жестко получается. Значит, холодное брожение, мы говорили сто раз, это главное отличие, пожалуй, вятича, продукции его, от того, что, ну, как мы это называем, экспресс-пиво, суррогатное, подкрашенная газировка, да. А, кстати, это тоже сугубо немецкая технология, вот это холодное брожение. Да, конечно, это классика, чтобы уточнить. Нет, Володь, это абсолютная классика. Вот, чтобы понять разницу между пивоварением и, допустим, мы, ну, самогоноварением, да, технологическую разницу, разумеется. Дело в том, что для того, чтобы сделать самогон... Ну, я думаю, многие знают. Да, я думаю, да, в кустарных условиях, при наличии достаточно небольших денег, ресурсов и так далее, ты получишь его, потому что вся процедура, ты фактически получаешь вытяжку, понимаешь? То есть ты не, это самое, у тебя нет сложного технологического процесса, нет приготовления. У тебя вот забродило, потом ты отогнал вытяжку того, что забродило, все. Все, с пивоварением, ребята, не рискуйте, я, честно, я, честно, совершенно могу всем интересующимся посоветовать. Если рискнул, готовься, тебе предстоит отбирать сырье, потому что пока ты разберешься с сырьем, тебе нужно налаживать процесс. Вот холодное ображение, ну, представь себе, ты, у тебя само ображение порядка недели, да, извиняюсь, всю массу нужно держать при 4-6 градусах в этом интервью. То есть, понимаешь, вот неделю ты будешь охлаждать. Потом 21 день, опять же, при 4-х градусах ты будешь дображивать. Иначе, если у тебя месяц вот этот не проходит, у тебя получится совсем что-то не то. То есть дальше у тебя идет, естественно, и ледяная фильтрация, где ты не используешь пастеризации и, грубо говоря, отделяешь вот дрожжи, которые вызывают брожение. Ты, благодаря тому, что прогоняешь через охлажденную ниже нуля трубу на большой скорости, у тебя осаждаются как раз они. То есть дальше у тебя напиток не бродит, но ты его не пастеризуешь. Потому что пастеризация, туннельная особенно, это убийство вот полезных веществ. Подавляющее большинство так называемых этих брендовых вещей. Это вот как раз используется, туннельная пастеризация. Ну, пастеризация, потому что когда тебе привозят со сроком годности год, да, из Чехии. Ну, там не надо думать. Там понятно, что все, что могло каким-то образом там бродить, чтобы с гарантией, чтобы дешево, надежно и практично. Давай прокипятим до 85-90 градусов. Все. А у нас этого нету. Естественная газация шестое. Естественная газация, соответственно, это использование в пиве, в квасе, без разницы в чем, в любом напитке, используется только тот углекислый газ, который выделяется естественным путем во время брожения. Вот как, миллион раз повторяли, как устроена технология приготовления из сиропов. Да, вот это, ну, шагающиеся мебельными шагами по планете, это чисто американская вещь. Газировки в том числе. Ну, нет, с газировок все начинается. То есть газировка это прелестная, коммерчески великолепная вещь. Когда ты делаешь сироп, привозишь его танкером из Америки, допустим, привозишь в Апутную Россию, а здесь ты просто на заводе банально этот сироп разливаешь. То есть ты зафигачиваешь туда углекислый газ, газировка, да, ты берешь водопроводную воду, чистишь ее по-быстрому, ну, вот самая грубая очистка. У тебя получается газировка. Они потом, все ребята, которые торгуют огромными объемами и с огромными прибылями, они смекнули, что а зачем заморачиваться вот с этими технологическими шагами, там, брожение, дображивание, месяц, когда можно с помощью ферментов за неделю все это сделать в виде сиропа, фактически того же сиропа. А потом просто разбавить. Они так и делают. Они сбраживают до сиропа, до густого, потом это разводится примерно в два-два спая на раза, разводится водопроводной водой, потом это все газируется газом, и вот у тебя по 29 рублей в магазине стоит настоящее, о, под иностранным брендом, нарушение. Но зато картинка-то какая красивая. Картинка прекрасная. Тебе так и хочется взять в руки. Все, бесконтактная роза, вот фильтрация, естественно, газация, бесконтактная роза, все. Понимаешь, все вот эти эпизоды, все эти моменты, все эти степ-бай-степ, они отлажены. То есть в технологии, которая происходит на ВЯЧ, в оснастке предприятия, у нас есть свидетельство израильское, свидетельство американское, свидетельство немецкое о том, что ребята, мы готовы с вами сотрудничать в любой момент, все прекрасно, замечательно, мы рады, что вы являетесь нашим партнером, мы покупаем у вас, мы размещаем у вас заказы, ваше предприятие европейского уровня, все, нам больше ничего не надо. То есть если кто-то совсем предполагает, что на ВЯЧе есть что-то такое, что прячут от глаз там публики, мы абсолютно прозрачная компания, ребят, приходите на экскурсии, задавайте любые вопросы, смотрите на сырье, смотрите на цеха, поговорите с рабочими. Володя, а вот вопрос родился, может быть он тебе не понравится, руководству компании не понравится, но приходила ли эта мысль? А вот попробовать, как вот эта вот бодяга делается, которую мы критикуем, вот по 29 рублей, вот попробовать, вот что для этого нужно? Вот что, простите, за хрень получится, а? Нет, у тебя получится то же самое, нет, нет, получится у тебя то же самое, что у тебя получается и так. Зачем это делать-то? Ну, объясни мне, пожалуйста. Да вот просто, чтобы удешевить, не знаю. А, ты имеешь в виду навятича? Да, 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 чтобы удешевить. Володь, Володь, мы на Йента, извиняюсь, никогда не пойдем. Вот. Но не пойдем по одной абсолютно понятной причине, не из величайшего гуманизма и потрясающего влечения к немецкой культуре, не из-за убежденности в том, что только этим путем, нет. Как только мы позволим себе, что бы то ни было из арсенала вот этих ребят, которые богаты, прекрасны, преуспевающие в каждом магазине, мы превратимся в их подобие. Раз. А как их подобие мы не будем кому-то интересны. Торговля суррогатом, она заманчива только тогда, когда у тебя есть доступ к очень дешевым длинным деньгам. То есть, еще раз объясню, как действуют транснациональные компании. Они поступают крайне просто. Они вкладывают огромные деньги по русским меркам, по российским, да. Огромные деньги в то, чтобы демпинговать. И они могут позволить себе так годами. Если ты посмотришь финансовую отчетность вот трех, там трех у нас, по-моему, там Карлсберг, Балтика, Сан-Нбев, да. Вот. Три, по-моему, крупнейших ТНК существующие. Ты посмотришь их финансовую отчетность. Они последние годы неохотно ее публикуют, но можно найти за последние примерно 4-5 лет. Ну вот, 3-4-5 за последние годы. Ты увидишь там убытки. Убытки? 200 миллионов, 300 миллионов, 500 миллионов. Не-не-не-не, конечно. Рубли? Конечно. Вот, конечно, Володя. Рубли, не доллар. Для нашего предприятия, например, убыток в такую цифру, это все. Это смерть? Это практически, да. 500 миллионов убытка, убытка, понимаешь? Это фантастика, это крах, это ужасная ситуация, с которой неизвестно, что мы будем делать вообще. Это непредставимо. А для какой-нибудь компании Балтика, что это означает? Это означает, что она входит в холдинг, который объединяет компании в большинстве стран мира. И, допустим, выручка, прошу прощения, не выручка, а прибыль. Прибыль этого холдинга за прошлый год 65 миллиардов долларов. Соответственно, идет отчет на Совете директоров. В России у нас потери, измеряемые 0, 0, 0, 1 доли процента какие-то, да. С какой целью это делается? Все очень просто. Это нормальная маркетинговая политика. Мы тратим вот эти средства, теряем их, но фактически мы тратим на то, чтобы удерживать рынок и диппинговать на нем. То есть выдавливая... И убивать в том числе местных производителей, где жизнь еще теплится, и они сражаются за место под солнцем, так? Меш. Ну нет, это крайне агрессивная политика. Я к тому, что это... Политика. Это геноцид, по большому счету. Уж не побоюсь такого громкого слова. Я произносил это. Геноцид местных производителей. Но смотри внимательно. Если ты посмотришь вообще на ситуацию работы транснационалов на российском рынке, ну и на кировском, в первую очередь. Ну да. Такая же точно. И на структуру работы торговых сетей. Это два брата-акробата абсолютно. То есть мы можем с огромной осторожностью и с оговорками, чтобы нас не обвинили в страшной клевете, говорить о сговоре между ТНК и торговыми сетями. Ну, используя слово предположительно. Конечно, якобы. По моим оценкам. Да, якобы мы дооружим сговором. Сговор этот очень прост, на самом деле. Это, ну, о том, где находятся бенефициары этих торговых сетей. Магнитов, пятерочки и так далее, и так далее, и так далее. Больше всего о своем. Если как-нибудь поинтересуешься, посмотри топ-10 торговых сетей России и посмотри, где находится, где их юрисдикция. Ты увидишь офшоры, Нидерланды, Нидерланды, офшоры, острова, Нидерланды, офшоры. И ни один из них в России не находится. Это все люди за пределами Российской Федерации. Это первое. Второе. Вот я вот этот, я очень люблю этот пример. Ужасно. Я чувствую сейчас, Маматов поведает, насколько глубока кроличья нора. Да, да. Ты знаешь, для меня самого это было открытием, потому что... Две минуты у нас на перерыве. Да, вот как раз и успеем. Когда ты видишь выражение «акция» в магазине, да? Мы режем цены пополам, мы там снижаем все это, а счеты, прикинь, 70%. Вот как ты думаешь, за чей счет, строго говоря, это резко цены происходят? Неужели за наш потребительский счет? Ну, за счет потребителя происходит все? Все. Да, естественно. К этому надо привыкнуть уже давно. К этому надо понять, раз и навсегда. Но каким образом торговая сеть, магазин, вот это магазин скидывает свою цифру? Или как это происходит? Ну, я предположу, что он как-то вот свои аппетиты по части наценки тем самым поумеряет. Прости, прощай. Адесса, мама. Нет? Скидывает. Мне не забыть твой скромный вид. Адесса, мама. Потому что скидывает продавец. Продавец. То есть, прошу прощения. Производитель. Пронеж. Производитель. Поставщик. Поставщик. Вынужден. Потому что магазин, мы говорим, это очень просто. А магазин все равно в наваре. Магазин получает те же деньги. Ту же цифру, которую он зарядил. Все акции, которые в магнитных петербургах, все каталоги, все эти палеты, все эти выкладки. Ребята, платит производитель, магазины, никогда ничего не платят. У них есть такое понятие, как норма прибыли. И когда ты говоришь с топами какой-нибудь торговой сети, они вежливо и осторожно говорят тебе, ну вы понимаете, у нас существует норма прибыли на вашу позицию. Вы можете нам ее обеспечить? Это буквально я... А с каким видом они? С невинным, да? Невинность. С невинным. У нас есть норма. Это робкая улыбка, это невинность, это прекрасно. Вот это торговая сеть. Ой, реклама у нас подошла. Владимир Мамат, пресс-секретарь компании Ветич. Вернемся через минуту. Эй, 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 куда? Группный план. У меня лишь одно пожелание, да, чтобы как можно большее количество наших слушателей поняли, о чем мы говорим, да, то есть максимально доступно все это излагать. Я пытаюсь изо всех сил. Вот к чему это все, да? Все эти акции, все эти скидки, вся эта политика. Нет, все очень просто. Человек должен... Мне жутко становится, честно говоря. Да почему жутко? Человек должен очень хорошо понимать, что торговая сеть, потрясающее совершенно явление, да, это вот конкретная торговля, то есть когда выжимаются деньги из всех способов возможных, просто из всех возможных. Понимаешь, это невыносимо совершенно, потому что когда ты это понимаешь, тебе хочется ржать, вот глядя на эти объявления в торговых сетях, там мы режем цены пополам, там еще что-то. Слушай, а мне жалко бабушек, дедушек, которые бегают, ездят по городу, а вот здесь скидочка 15%, вот я туда поеду, а вот здесь вот 30%, вот... О-о-о, вопрос... Представляешь, какая злоба берет за старшее поколение. Вопрос в том, что наша торговля, она создана, как, тут я начинаю переходить к оголтевой критике существующего правительства, режима экономики и все остальное, поэтому я к ним переходить и не буду. Все то, что сделано в торговле, например, в свое время у нас исчезли варьки, мы сейчас к ним перейдем, эта тема чрезвычайная интересная. Там приняли постановление, сколько было варьков, как ты думаешь? Я не берусь вот прям вспомнить те цифры, которые администрации... Подсказываю, подсказываю. У нас в городе, ты имеешь в виду, я не беру сейчас вспомнить те цифры. 3 тысячи варьков. 3 тысячи варьков, это 6 тысяч рабочих мест. Мы говорили о том, что одно рабочее место в экономике стоит порядка минимум 20 тысяч американских зеленых рублей, да? То есть 20 тысяч долларов стоит одно рабочее место, у хайдаков 3 тысячи варьков, мы в одном движении совершенно выкинули, вытянули из экономики. Ну, сколько там? Ну, если брать членов семьи, ближайших родных, то это десятки, наверное. 12 лямов, 12 миллионов долларов мы вытащили из экономики, которые хорошо бы вернуть, конечно. Значит, варьки были убиты, совершенно известно почему, как и зачем это было сделано, это всем известно, кто немножечко в теме. Ну, сейчас мы не будем на эту тему распространяться. Второй момент, когда Никита Юрьевич, белых библиотекарь наш со стажем, вот, он втащил сюда федералов, не получив с них никаких преференций ни для местных производителей. Федеральные торговые сети, в общем-то время. Ну, жизнь там в райпу вроде как немножко теплится, но... Теплится, вот именно слово теплится, оно больше всего. Ну, теплится, да, это соответствует действительности больше всего. И мы говорили о том как-то, что один магнит, одна пятерочка, это убивает 4 магазина вокруг мелких, в которых работают примерно 20 человек, но на работу в пятерочку или в магнит из этих 20 попадает, грубо говоря, там, человека 3, 4, 5, 6, да. Ну, условно говоря, примерно 20 рабочих мест убиваются с открытием каждого федерального, да. Налоги у нас существуют только на имущество, только на зарплату, слава тебе, господи, хоть что-то перепадает в Кировской области. Но ассортимент продуктов, то есть фактически у нас получается, очень интересная ситуация, область не получает налогов с товаров, ну, просто потому что производитель не местный, раз, в большинстве своем. Второе, оно не получает весомых отчислений от самих сетей, просто потому что юрисдикции у них на обширных... Иногородняя прописка, да. Ну, мягко говоря, скажем так, да. Вот, то есть торговля создана с таким потрясающим перекосом, что, ну, ты просто разводишь руками. И тут у меня как-то совершенно случайно, субботу, ну, я должен покаяться, то есть, как любил повторять мой папа, если человек дурак, то это надолго. Это фразу взял из кинофильма, естественно, «Берегись автомобиля». Я этого не знал, но я с детства у своего шутда. Герой Попанова. Да, да. Если идиот... Идиот. Надо надолго. Вот, видимо, по отношению к себе уже ничего не исправить, так годы взяли свое. Я просыпаюсь с утра в субботу И вдруг я думаю, что А где мне взять Вятич Безалкогольный, разумеется В своем прекрасном поселке Костино Я понимаю В своем, в смысле, проживает Да, да, нет Он не помещик Не латифундист Так скажем А простой житель поселка Костино Обычный, более чем обычный В скромной трехкомнатной панельной квартирке С кучей детей Ну ладно, Володя, ты вот начал с детей Ты меня, видимо, сбил с металл Это святое, я согласен Вот, и замечательно И я вдруг подумал, что А что если я вдруг Володя Маматов, не взирая на журналистику Не взирая на вопросы Путина Работу на Вяч Вот Давай открою варек И я сначала залез В поисках Что-то обойдется Простой человеческий вопрос Во что обойдется варек Ларек Ну, павильон Павильон Павильончик Павильончик, которым Где-нибудь рядом с дорогой Рядом тут с домами На проходном местечке Ну, есть одно место Которое мне нравится Очень хорошее Оттуда выкинули 15 или 20 лареков Пустое поле Потому что ларек В понимании кировчан 10-летней, 15-летней давности Сейчас, видимо, никто не даст уже поставить Вот именно такой ларек Дело в том, что ты варьке не имеешь права торговать пивом Без алкогольного Да, законодательство Да Но можешь только в павильоне Я залез на сайт металлоконструкции Казанского завода Я выясню, во что мне обойдется конструкция Потом я перезвонил знакомым У которых они есть Вот эти павильоны Которые их ставили Ни раз, ни два Я выясню, что Минимум стоимости самой конструкции Это 450 тысяч рублей Полмиллиона Да, но с монтажом С дизайном С чем-то еще Это 700-750 Это еще без подведения коммуникаций Конечно Электричества Без земельного участка Да И так далее Вот, нет Сама конструкция у тебя стоит Минимум полмиллиона Вот никак меньше Оно не выйдет в принципе Окей Окей Прекрасно Предположим, в моей воспаленной Веселой, задурной голове Действительно план Постановки варьков Костина Торгующего продукции Вятича Ура, товарищи 500 Где взять эти 500 рублей Вот Дальше алгоритм простой То есть Ну Кто может кредитовать Индивидуального предпринимателя Да, кто Идти Ага Идти Вот именно это пешоэротическое Спросянутые руки Володь Это пешоэротическое путешествие В основном Вот идти Малый предприниматель Может отправиться Готовиться принимать соответствующую паузу Совершенно верно Так вот Естественно Мы отбрасываем Микрофинансовые организации По причине того, что это В общем-то Лучше повеситься сразу А мы отбрасываем банки Потому что Подавляющее 99 999 В периоде банков Никакому ИП Никакой кредит Без залога Не дадут На приличную сумму Больше Больше 150 тысяч рублей Вряд ли Значит замечательный банк Отлично И я звоню Это у меня Кстати Я поставил себе программу Которая записывает Телефонные звонки Полная прелесть Я звоню в Кировский Областной фонд Поддержки Малого и среднего предпринимательства И позвонив в этот фонд Я робким голосом Говорю Что я хочу поставить варек Ну Ну я А что А что Что ты ржешь Я не могу понять Что ты ржешь Вы хотя бы представьтесь Кто вы там Да никто меня не спрашивал Кто это Сразу сходу Я варек хочу поставить А что я ИП ИП Ты понял Варек хочу В костину себя поставить Мне Денег надо Просто на варек Купить Чем можете помочь О да Мы можем вас кредитовать Ну вот Залоговая Там Три По-моему Два или три миллиона Там от трех до пяти Вот какие-то Имущество на такую сумму Должно быть Какой-то Нет В залог Залог предоставляется всегда Ты можешь посмотреть В банковских документах Это примерно Семьдесят процентов Оценочной стоимости Ну то есть Для того чтобы получить Трехмиллионный кредит На вскидку Вот Не считая На калькуляторе Я тебе могу сказать Что это порядка Пяти миллионов Ты закладываешь Банку В этому банку Другому Без разницы И получишь примерно Три миллиона Они озвучивали проценты Причем очень интересно На сайте Этого фонда Поддержки Предпринимательства Нет Восемь с половиной Девять с половиной В этом районе Но это где-то Сопостоянно Со ставкой Рефинансирования Нет Больше Ставка Рефинансирования Четыре двадцать пять Уже Я что тут давно Нет Ставка Очень сильно упала Ставка Очень сильно упала Четыре двадцать пять А то что предлагает Фонд поддержки Кировский Это девять с половиной У них официально Восемь с половиной Мне в телефонном разговоре Вчера объяснили Окей Но Как мне тоже Я говорю А что закладывать Нечего Вот это Ну я не совсем Гол я как сокол Нет Я конечно могу Под давлением обстоятельств Попытаться завожить что-то Ну Например Квартиру Понимаешь Ну завоженная квартира В моем представлении Это Давайте начинать С концлагеря Нет Начинаем с концлагеря Сразу Не Расусоливаем То есть сразу Вот конкретно Выход на снег босиком И расстрел Такой шажок К пропасти Да То есть Нечего закладывать На что мне В МСП Поясняют Ну беззалонковая Это Ну до 200 тысяч Окей И Я говорю Хорошо Откройте Не ларек Не ларек Откройте коробку Из-под телевизора Картонную Картонную Из-под телевизора Как бабушки На этих остановках Там не всех бабушек Разогнали У них есть еще ящички Там что-то есть Ну вот Хорошо Ладно Присылайте мне документы И они прислали мне Правда После напоминания Сегодня утреннего Документы Я даже их распечатал Полминуты у нас Понимаешь Количество документов Фантастично Просто Фантастично Мы их озвучим На следующей передаче И второй момент Когда я захотел Поставить варек Я обратился В администрацию Города Кирова В октябрьское Теоруправление Октябрьского района И мне объяснили Что существует Список Мест Где могут Размещаться Нестанционарные Торговые Павильоны И Костина В этом списке Нет Но вы можете Подать Молодец Естественно Но вы можете Подать заявку На то место Которое не указано Мы его будем Рассматривать От трех месяцев До пяти месяцев Мы будем готовить К аукциону На постановку Варька То есть Мне показали Факт в двух местах Во-первых В области денег Во-вторых В области земли Я думаю Что мы На следующей передаче Развернем Потому что Я уже обложился Этими документами Выписками Справками Мы посмотрим Что такое Для обычного человека Попытаться стать торговцем Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Ветич На этом закругляемся До встречи Через неделю Спасибо До свидания Крупный план Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok